Четыре повара, проработавшие в течение нескольких лет в спортивной школе-интернате имени Седбатыра, были уволены в ноябре прошлого года. Трех официально лишили работы, доказав, что те выносят с территории интерната пищевые продукты. Четвертую уволили за непредоставление больничного листа. Но, как говорят женщины, остатки продуктов выносить им разрешали всегда, а на больничный сотрудницу отпустили по устному разрешению. Но, как только повара стали возмущаться качеством привозимых продуктов, у руководства нашлись причины увольнения. В том же месяце женщины подали заявление в городскую прокуратуру в отношении руководства госучреждения. В документе они изложили обвинение директора и его зама в многочисленных нарушениях как трудового законодательства, так и санитарно-эпидемиологических требований к качеству продуктов питания. Так, по словам поваров, с разрешения руководства интерната им поставляли просроченные продукты питания и заставляли готовить из них пищу для детей. Подсолнечное масло с 2012 года и 2014 года. Сливочное масло было в прошлом году зеленое. Нас заставляли убирать плесень. И дальше шло детям на... Айран как всегда просрочен. Нам 4 часа дают продукты, вечер он уже вот такой вздутый. Заставляли смешивать свежий айран с просроченным айраном и давали детям. Нам приходилось, потому что убирали, уволили. Кроме того, руководители сами требовали готовить для них пищу из продуктов, предназначенных для питания юных спортсменов. С санкцией городской прокуратуры была проведена всесторонняя проверка школы-интерната. По словам адвоката, представляющего руководство спортивной школы Гульнур Аягановой, согласно результатов аудита, каких-либо нарушений в работе учреждения выявлено не было. В ответ на заявление директор школы подал иск в отношении поваров о защите чести и достоинства. Моральный ущерб он оценил в 800 тысяч тенге. По результатам обращения была проведена аудиторская проверка, в заключении которой указано, что данные факты не нашли своего подтверждения. В связи с тем, что эта организация является образовательным учреждением, воспитывающим детей, подростков, также это является педагогическим составом, педагоги, преподаватели, они имеют право обратиться с иском в суд о защите чести и достоинства деловой репутации и требовать опровержения информации, изложенной в жалобе заявителей. Сегодня суд постановил провести экспертизу заявления на наличие необоснованных оскорблений в адрес руководства интерната. Содержится ли вы в обращениях негативные сведения о личности и служебной деятельности данных лиц? Если да, то в какой форме они представлены, утвердительны, предположительны или оценочны? Являются ли выражениями сведения, содержащиеся в жалобе, прощущей честь и достоинству деловую репутацию, висок, соответствуют ли используемые по тексту обращения слова, речевые конструкции, отдельные выражения словесные характеристики литературным и морально-этическим нормам языка, на котором они исполнены, применяются ли в тексте обращений инвективная лексика? Являются ли доводы обращения оценочными суждениями, не содержащими ненамотинную и оскорбительную лексику? Филологическую и иные проверки в отношении заявления уволенных поваров будут проводить специалисты Центрального института судебной экспертизы Министерства юстиции в Астане. И до получения результатов экспертиз судебный процесс пока приостановлен. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Продолжение следует...